Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Воскресенье! Приветствую вас всех! Немножко задержался, но по уважительной причине. Сегодня у нас с вами началась неделя о, вспоминаем, собор святых Первого Вселенского собора, который был в Никее. На этом соборе была составлена первая часть Вселенского веры, которую мы с вами знаем, Никея Цареградская Вселенского веры, которая еще называется. Вторая часть в Концинополе будет составлена. На Первом Вселенского соборе обсуждалась первая, это ересь Ария, который говорил, что Христос это творение Божие, тем самым упраздняя то, во что мы верим, что Христос есть Бог, Сын Божий. Ну и много-много других вытекающих получалось бы у нас не Троица, а монотеизм, допустим, как в исламе. Ну и может другое. Кто на этом соборе одни из самых известных? Это Спиринутри Мефуцкий, это Афанасий Великий, Николай Чудотворец, который Арию за его ересь дал пощечину. Конечно, они Николая Чудотворца в темницу заточили, но Господь показал на нем свою славу и освободил его от ус. Конечно, не только ересь Ария обсуждалась на этом соборе, также и обсуждалось почитание Пасхи. Ну и было постановлено, что в ближайшее воскресенье от Иудейской мы почитаем Пасху. Пасху нашу, святую праздник всех праздников. Добрый вечер, Зинаида. Вот, ну, почему я задержался сегодня немножко в эфире? Вы знаете, каждое, практически на субботу, я служу, если литургии нету, благодарственный молебень с Акафиусом, слава Богу за всем. И часто читается Евангелие, которое сейчас я зачитаю и немножко с вами порассуждаю, которое меня часто приводило в такое недоумение. Почему так? Как это правильно понять? Ну, давайте зачитаем. Значит, Евангелие от Луки, 85-е, зачало. Почитаем. Во время Оона, входящей Иисуса в некую весть, то есть некая весть, я сразу буду пояснять, то есть весть это село, Сритоша, то есть встретило его 10 прокаженных мужей, то есть проказы больных. Это кожное заболевание, заразное. Иже старшие издалечия, то есть издалека они стояли, потому что к ним чаще всего даже на веревках пищу опускали, чтобы с ними не контактировать. И вот они издалека, старшие издалечия, идти и вознесоша глаз глаголища, ну это понятно, сказали, Иисусе наставниче, помилуй нас, и видев речей им, шедше покажитесь освященникам, то есть Господь подчеркивает значимость освященников, и говорит, идите покажитесь священников, И быв им идущий и очищайся, то есть они пошли, очистились, иди же от них, по слову Божию, нужно подчеркнуть, иди же от них, видя, яко исцеле, возвратися согласом вели, славя Бога, и подениц при ногу его, хвалу ему воздаяй, и тоби самарянин, то есть иноплеменник. Так, отвечав же Иисус рече, не десять ли очищайся, девять где, то есть все десять исцелились, но где же девять, один вернулся, как и не обретоша, возвратитеся, дайте славу Богу, то есть один только вернулся, поблагодарить Господа, токма иноплеменник сей, и рече ему, восстанеди, вера твоя спасет тебя. Приветствую, Ирина. В чем же тут вопрос возникает? Вот для меня постоянно был вопрос. И быв им идущий очище, иди же, видя, яко исцеле. Если десять исцелились, почему один увидел, что он исцелился? Почему другие разве не увидели, что они исцелились от своей проказы, от своей болезни? Вот удивительный момент. В чем же проблема? В чем загвоздка? И вот недавно я, по милости Божьей, получил ответ. Не понимал, ну, если Господь исцелил, и они видели, что исцелились, почему здесь писано, что один, видя, яко исцеле, и один вернулся? Значит, рассказываю, вот, параллель, скажем так, этому ивановскому учтению с реальной жизнью. Недавно я был в больнице, посещал немощных, и вот, одного знакомого посещал в реанимации, ну, он такой уже по-лучшему стал, и одну женщину причащала больной. Она очень долгое время не могла пойти на поправку, и врачи говорят, что неизвестно, сколько это будет длиться. И вот, по желанию, я пришел, поисповедовал, причастил ее, и через два дня, когда я пришел к своему знакомому опять проведать реанимации, я увидел, как она скоротично стала поправляться, то есть, серьезная прогрессия, которой много месяцев не наблюдалось. Я, конечно же, порадовал, что Господь своей милостью ее подкрепил. Я ей говорю, как хорошо, как хорошо, что Господь вас так исцелил. Вы так хорошо идете на поправку. На что она сказала? И вот для меня был тут ответ. Тут ни при чем, Господь. Это труды врачей. Конечно, мы талант врачей, Бога им данным, ни в коем случае не упраздняем. У каждого свой талант. И можем даже вспомнить Луку, того же, кого мы сейчас читали Евангелие. Он также был врач и художник. То есть, мы признаем врачей, прибегаем к их помощи. Но тут явно была помощь Божия. И она ее не увидела. И она не поблагодарила Господа за то, что Он ее подкрепил и исцелил, что она так серьезно пошла на поправку. То есть, вот вам ответ. Господь нас подкрепляет. К сожалению, по нашему неблагоразумию попускает. А мы все врачи, врачи, врачи молодцы. Но в данной ситуации она вообще не увидела, что Господь проявил на ней свое милосердие. И здесь становится все на места. Также эти девять прокаженных, они подумали, что это только лишь их труды. Это труды, может быть, священников. Но никак тут Господь ни при чем. Поэтому и не вернулись воздать, слава Богу. Но вот только самарянин, иноплеменник, то есть, не, скажем так, и судей, он имея более чистоту, более благодарность, чистое сердце, в первую очередь, он пришел и поблагодарил Господа. Упав на колени, перед ног его, и славу Богу воздал я. Вот такой вот интересный случай, на самом деле. Насколько все близко, рядом и постоянно. Ну что, мои дорогие, давайте поотвечаем на вопросы, если у вас есть, в сегодняшнем эфире. Так, что у нас тут? Добрый вечер, добрый вечер. Не из Ливенрода, батюшка. Нет, я с Кубани. Сейчас веду трансляцию с Краснодарского края, станица Староминска. Сейчас я дома, служу в одной станице, а живу в другой. Ну, скажем так, как Господь и правил, так и есть. Давайте, мои дорогие вопросы. Батюшка Константинович, вот я знаю очень много людей, которые Господь дал исцелением. Это 100%. Так выздоровели, а к Богу так и не пришли, говоря случайно так. Вы знаете, на самом деле, вот, всякого рода помощь и исцеление, много очень чудес, знаешь, изумительных. Допустим, знаю как, женщина после причастия трансляция парализованная встала и пошла. И много-много других можно перечислить, таких проявлений милосердия Божия на людях. Но, на самом деле, почему не видят? Вот самый главный вопрос. Почему не видят? Потому что человек привык только надеяться на себя. Когда совсем уж поджало, тогда обращаются к Господу. Но, когда чуть-чуть их попустило, когда вот эта опасность миновала, они опять, в большей степени, себя как минимум башков воспринимают, что это все в их силах и власти. От, скажем так, духовной слепоты и греховности нашей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня сыну 8 лет. Постоянно крестик теряет. К чему это? Разные причины. Во-первых, может быть, гиперактивный ребенок. Бегает, прыгает детям. Свойственно это. Может быть, на крестике колечко слабенькое, оно размыкается. К чему? Ну, как минимум, к тому, что нужно внимательно к этому относиться вам, как мамочки. И второй момент, что все-таки деточкам надо пребывать хождение в храм, благовидное стояние там. Если 8 лет уже ребенок исповедуется, то есть, нравственный закон, закон Божий, может воскресную школу где-то отдать. Это очень нужно. Почему? Потому что мы не всегда можем своим примером показать. Ребенок видит и говорит, а что ты мне хочешь сказать, если ты сам не соответствуешь этому. Ну, это, конечно, более взрослое, скажем, выражение. Ну, по сути, ребенок проще может сказать. Поэтому тут, в первую очередь, нужно самим и детям причащаться, исповедиться и детей. Причащать. Тогда вся шелуха вот эта, бесовская, она отпадает. И она не страшна нам ни в коем случае. Он исповедовался уже три раза. Очень понравилось ему. Ну, такой, конечно, риторический момент. Понравилось. Ну, для души, конечно, это хорошо, полезно. А вот понравилось, не понравилось, это уже так вот. Вхождение в храм, деточкам очень нравится, конечно. Вот сегодня приводили детей детского дома, то есть, революционного центра по старой памяти. Проводили экскурсии им. На колокольник ходили звонить. Правда, вот фотографии их нельзя выставлять. Так бы, конечно, я поделился их светлыми лицами, радостью. Ну, а что делать? Закон такой. Да, вы правы, духовная слепота. Я свою жизнь тут проанализировал. И явно видно, Господь помогает. Через большие, хорошие люди на пути встречаются доктора. Слава Богу. Ну, давайте, мои родные, еще вопросы. Я пока вот тогда открою, тут мне еще задавали. Пока вы пишете, пожалуйста, с радостью отвечу. Так. Ну, допустим, пока вы пишете, отвечу на вопрос. Я за компьютером, поэтому почитаю вопрос. Батюшка, тяжело выучить молитву Отче наш. Нужно ли обязательно слово в слово учить или близко к тексту? Вопрос, в принципе, обыденный. Он касается и символа веры, во что православный человек верует. Конечно, уже учить мы должны как правильно. По-церковно-славянски. Именно на языке, с которым мы общаемся с Богом. Можно прочитать параллельный перевод этой молитвы, чтобы, может быть, по-русски более правильно понимать, что она значит, если некоторые церковно-славянские слова вам неизвестны и непонятны. Это можно сделать. Но учить, наизусть, конечно, надо на церковно-славянском. Как у кого-то из святых я читал, что мы не понимаем, а бесы понимают и отбегают. Поэтому, конечно, лучше на церковно-славянском языке учить. Пишите пока свои вопросы. Я найду еще. Тут мне задавали много вопросов на этой неделе. Вот. Еще есть вопросы. Батюшка, часто в интернете, я отвечу, часто в интернете просят о финансовой помощи тому или иному больному мальчику. Как быть? Вот, в частности, ко мне обратился юноша, который ездил к больной маме, теперь на последние деньги, и теперь у него нет средств вернуться домой. Отвечаю. На самом деле, о мальчике, которым, как ни парадоксально, мне тут пишут, и я его знаю, не в походу будет сказано, помогал я ему на билет. Но, на самом деле, этот мальчик выдает, что он к маме больной ездит, ему постоянно нужно добраться или вернуться, и за счет таких фальсификаций он катается по России, не знаю, по зарубежью катается, но вот катается. Вот. Поэтому с этим мальчиком понятно, я уже его знаю. А если другие обращаются, я, конечно, принял позицию, что достаточно многим помогали, и в 90%, к сожалению, это мошенники. Через интернет я помощи никакой не оказываю. Почему? Потому что есть люди везде и всюду, я думаю, в том числе и рядом с вами, которые, на самом деле, нуждаются в финансовой помощи. Даже, может быть, не всегда малоимущие. Вот, к примеру, да, не так давно ко мне и моей помощнице обратилась одна женщина, у которой ребенок, ну, скажем так, гениальный, который должен развиваться. Есть определенные конкурсы хорошие в Сочи, которые проходили, и они просто финансово все не могли позволить ехать в Сочи, чтобы поучаствовать, ребенка развивать. А ребенок маленький, и опережает себя на года, и, скажем так, на классы своих сверстников. И он мог представлять и край, а может, потом и Россию, но финансово нет возможности. И получается, никому это не нужно. Ни в образовании понятно, что, может быть, денег на это нет, на ему помощь, ни у родителей. И талант ребенка, получается, взрывается в яму. Вот бывает и такое. Ну, а кто поможет, если не мы? Ну, и с миру по нитке мы помогли этой семье, и ребенок достигает новых высот. Дай Бог, может быть, когда-то и мы будем в добром смысле этого слова городиться этим ребенком, который развил свой талант. Поэтому через интернет я практически никакой финансовой помощи не оказываю. Если хоть как-то маломальский, я бы очень не столкнулся с этими людьми, которые, я сто процентов знаю, что это не мошенники. Вот сегодня в храме мы собирали на блюдо женщине, онкологически больной по-женски. Денежку, которую уже более двухсот тысяч потратила на химию процедуры. То есть они рядом есть. И если разрываться, то не всегда им конкретно кому-то поможет. Просто я очень сильно разочарован всякой интернет-просьбой. Вот так вот. Ну, а это ваша совесть, это ваше дело, как уже вы посмотрите и поможете. Вообще у нас в нашем проекте батюшки очень тоже хорошо объясняют, рассказывают. И слава тебе, Господи, многие получают ответы на многие различные вопросы. Вот так вот. Так, что у нас тут еще писали? Почему люди так упорно говорят, что Бога нет? Потому что, чтобы признать Бога, нужно признать свою греховность, нужно признать свои ошибки. А в человеке столько гордыни, что он этого не хочет делать. Батюшка, а как сатана чинит препятствия человеку, когда он желает принять крещение? Конечно, потому что крещение – это духовное рождение, при котором дается ангел-хранитель человеку. В котором обываются грехи прародительские и прародительские, поскольку мы выполняем завет Христа, который, сам говорит, кто не крестится в аду и духом не внидет Царствие Небесное. Конечно, лукавым это не угодно, и он всячески будет препятствовать этому. Здравствуйте, мир вам и вам, Наталья. Батюшка, помолитесь о переселении путешествующей. Наталья Анастасия, Отрак, Кирилл, Ярослава, Младенца, Александра, путешествия водителя, брата Христе, Олега, благодетельница Анна. Подкрепи во все, Господи, Ангела-хранителя в дорогу. Думаю, родные, пишите еще сейчас вопросы. Если не будет, я сейчас еще у себя здесь посмотрю, которые писали. Я думаю, настолько вопросов, я думаю, наверное, же у вас должны быть. Сейчас я пока поищу у себя. Неужели у вас нет вопросов? Столько вопросов. У меня самого столько вопросов бывает. Ну, давайте, вот еще вопрос. Батюшка, что делать? Если что делать, если в свое время я обращалась к всякому роду бабушкам, знахаркам, сейчас боюсь покаяться в этом, боюсь, что батюшка поругает, осудит или даже не допустит до причастия. Что мне делать? Страх затмевает глаза и боюсь подойти на исповедь. Конечно, это очень страшно, когда мы проявляем маловерие, сомнения в Боге и идем в противоположную сторону. Псевдо-бабушек, которые даже обставились иконочками, ладаном и тому подобное. Но это не священие, которое часто Господь вспоминает. Это не храм, в котором врачуется. Ведь, смотрите, что делают бабушки. Очень элементарный момент. Они говорят, принеси водичку святой свечечки с храма, пойди причастись, потом приходи ко мне. То есть, вы идете в храм, поисповись, причастились. Господь уже начинает вас врачевать. По вашему покаянию, по вашей вере вы начали пить святую водичку, которая священа Господом по молитве священникам. Вы идете к бабушке, вот и все это делаешь. Вы начинаете чувствовать облегчение, исцеляться начинаете. И бабушка говорит, вот видишь, я тебе помогла. Вот я молитвочки читал и тому подобное. То есть, элементарное такое лицемерие получается и лукас, одним словом. Ну, что делать? Все-таки, что я ответил этой девочке? Ну, я не буду зачитывать, я, в принципе, одно и то же. Идти наиспоить надо. Почему? Вы не священника должны бояться, а Господа, что если не покаетесь в этом грехе, то можете на нем испоткнуться и не получить добрый ответ на страшном судище в свое время. Поэтому в греха своих нужно каяться. И помните, что ты идешь каяться пред Господом, а не перед человеком. Человек тоже немощен, батюшки тоже немощен, тоже грешат им. И, может быть, даже больше грешим, чем вы. На нас больше-то возложено. И больше приходится нести. Ну, вы, конечно, нас не осуждаете, потому что мы немощны, но вам нужны. Потому что, ну, кто вас поддержит? Кто многочисленные грехи ваши выслушает и не осудит вас, а скажет, подкрепи, Господи, тебя, чтобы у тебя все получилось справиться и не пасть больше? Кто поддержит? Соседка не поддержит. Если ты скажешь, я вот это, вот это грешил, я мужа там изменял, говорит, ах ты, гадина, или муж гад, так ему и надо. А священник скажет, не нужно, не губи свою душеньку, ведь тебя так любит Бог. Понимаете, поэтому священник, он более сострадателен, потому что он сам оступается и также хочет услышать добрый ответ от Госпо, тоже кается в своих грехах. Поэтому это срабочничество в душе спасения. нужно идти наиспотекается, просить прощения. Упали, опять вставать и идти, пока не научимся не оступаться. Вот, боится, не нужно. Боится, в лес не ходить. Ну что, вопросов нет, я так понял, мои родные. Ой, есть. Так, 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 почему так тихо слышно, не знаю, говорю, как обычно и громко. Как правильно научать ребенка к церкви, наверное, приучать, прошу прощения, приучать ребенка к церкви, исподи причастие, если они только крещены, в храме не бывают. Вот, ну, как минимум сначала просто ходить, показывать пример, что деточки исповедуются, причащаются, что это не страшно, что это нужно, это нормально. Вот, а потом уже как-то сесть с ребенком. Ну, тут тоже какой возраст, смотря. До семилетнего возраста дети не исповедуются. Семилетнего возраста самые обыденные грехи, какие им свойственны. Ну, вы знаете, да, не слушал папу-маму, завидовал, обижался, ябиничил там и много-многое другое. То есть, такие детские первичные грехи, которые со временем прорастают и дают корни. Знаете, есть изумительная притча, которая мне нравится. Один юноша пришел и говорит, почему так много зла на свете? Почему добрые грехи выпячут, а грехи свои, наоборот, скрывают, вместо того, чтобы сникается? Он говорит, ну, вот смотри, если доброе семя бросить на дорогу под солнце, что с ним будет? Он говорит, засохнет, погибнет. А худое, если посадить, что будет? Он говорит, прорастет и даст плохие, гнилые плоды. Вот так, говорит, и люди, говорит, добрые, вместо того дела, чтобы их скрыть, уберечь для Господа, они их все выпячивают. А злые, вместо того, чтобы искоренить, покаяться, они глубоко прячут, и они прорастают, и дают еще больше грехи, как плесень разрастается. Так и здесь, нужно понемножечку, но приучать ребеночка, и для него будет норма, что признание своих ошибок, проступков греховных, это, в первую очередь, мерзко пред Богом. Так. Чтобы не грешить, у нас даже помыслы должны быть чистыми, а это сложно. Ну вот, по поводу помыслов, наверное, чуть-чуть не соглашусь. Помыслы, как всегда, я цитирую, вот, честно говоря, не помню, кого из святых, но это прочитал у святых. Помыслы, как вороны, мы не можем летать над нашими головами, но можем запретить им вить гнезда на наших головах. Поэтому помыслы пришел, огради Господи, помилуй меня грешного. И все, помысл куда делся. Да, точно про священника. Мне батюшка Александр так и сказал, что ты мне про молоко говоришь, а есть твое причастие, вот твое спасение. Правильно батюшка сказал. Так, ангелы храните, спокойной ночи, спокойной ночи. Дальше, приветствую, приветствую. Мир всем должен быть. Спасибо Господь, приветствую, дорогой. Если честно, перед исповедью аж в глазах темнил. И иногда хочется убежать. Почему это? Потому что душа трепещет, боится, потому что она понимает, что священник, это чего священник-то бояться? А вот перед Богом-то страшно, потому что Господь дает много, но много и забирает по нашему неродению. Ну, конечно, редко забирает по большому счету, потому что любит нас вопреки нашим грехам. Вот. Ну что, мои родные, вопросы еще есть? Так, где что вы мне тут еще писали? Где тут мне еще писали? Вопросы. Что-то вы какие-то... Здравствуйте, здравствуйте. Пишите свои вопросы, которые вашу душу гложет, и я с радостью на них попытаюсь ответить. Так, ну пока вы пишите. Недавно мы делали мероприятие, у нас, где я служу, есть ипподром. Один из самых больших южно-федеральном округе. И вот он совсем завершал, разваливается с каждым годом на одну лошадь, а то и две, меньше и меньше. И чтобы привлечь внимание к этой проблеме, чтобы все-таки, может быть, государство выкупило участник этот ипподром, мы стали организовать акции, приходить туда, приглашать людей на экскурсию, покормить лошадей, можешь где-то верхом прокатиться. Вот. Ну и вот один мне человек пишет, что к чему идти ваши объявления, приглашения, встречи, все равно никому дела до этого нет. Мы несколько раз ходили, делали видео на наших походах, многие стали обращать внимание, вроде как Господь управляет, что этот ипподром уже говорят, что, возможно, выкупят, дай Бог. Но почему вот люди скептически так относятся? Если человек говорит, что все плохо, у него и будет плохо, а если человек говорит, что сейчас плохо, но Господь подкрепит, и все будет лучше, Господь даст лучше. Я вам на эту тему тоже притчу расскажу. Я люблю пить, я вам расскажу еще одну притчу. Я, по-моему, уже как-то в эфире рассказывал ее. Расскажу еще одну. Если хотите, сделайте лайк. Шучу. Значит, человек едет в автобусе и робчет. Начальник злы дня, жена сварливая, дети непослушные, все плохо. За ним стоит ангел-хоронитель и записывает. Начальник злы дня, жена сварливая, дети непослушные, все плохо. Вроде это уже, говорит, было. Но раз просит, надо выполнять. Поэтому, мои родные, просите лучшего, а не худшего. К сожалению, наши мысли материальны. Особенно в чем осуждаем, то мы побываем. Вот так вот. Ну что, вопросы есть? Вот сколько я тут смотрю в эфира попов, батюшка, вы самые лучшие и приятные. Спасибо, Господи. Будь проще к тебе потянутся. Вообще, мне очень в это же выражение нравится, как святые цигурят. Где просто, там ангелов соста. То есть, больше стадий мудрено, там ни одного. Наш проект очень хороший. Он о любви во Христе, между нами с вами. Поэтому мы должны, конечно, друг другу помогать, приглашать в эти эфиры. Может быть, даже, сказал бы так, готовиться к этим эфирам. В каком плане. Но все равно в течение недели возникают какие-то вопросы. Духовные вопросы. Пришел эфир, где я веду по воскресеньям. Батюшка Сергий, отец Андрея, Артемий. Ну и задавайте вопросы. Ведь Господь не зря сказал. Друг друга тяготы носите, в том, исполните закон Христов. Поэтому мы должны друг другу помогать. Поверьте, я не знаю, как другие батюшки, но я у вас тоже учусь. Потому что вы церковь. Глава церкви Господь. Я служитель достойный его. А вы в том числе церковь. Поэтому мы должны учиться во спасение наших душ. Так. Лучше уж не осуждать. Это точно. Но бывает у меня кайс. Совесть у меня как-то тормозит. Кайс. Совесть меня как-то тормозит. Ну что, дай бог, чтобы не тормозить. А выйдет, сидит, конфеты, кушает. Наглый такой ужас. Ну, бывают разные. Не судить. Не судить, да не судим больше. Ну, я так понял, на сегодня все. Вопросов у матроса больше нет. Ну, сейчас кто-то еще пишет. Сейчас я быстренько еще посмотрю. У меня столько вопросов. Просто у меня огромное количество всех записей. Ох. Так. За своего... Так, сейчас, секунду. Ой, забыла сказать. Молилась за своего нелюбивого человека. Раз и увиделось я... Мы друг друга любились теперь. Это хорошо. Я месяц назад покрестилась в церкви. После 12 лет находилась в другой религии. Я очень рад за вас, Алена. Спасибо, господи, батюшка, за эфир. Ну, тогда все. Мои дорогие, я благодарю вас, что вы сегодня были в эфире. Кто-то задавал вопросы, кто-то просто слушал. Но все вы молодцы. Я желаю Божьей помощи вам на предстоящую седмицу, чтобы все ваши добрые начинания благополучно завершились. С вами был Настой Нарей Константин Мальцев. Проект Батюшка Алла, Батюшка Любовь. Храни вас, Господи. Аминь. Гравитарь Кінець, Гравитарь Кінець, !